Когда смотришь в прошлое, зрение всегда 100%. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я с удовольствием представляю вам книжку Зайди Смит «Белые зубы». Ее мне посоветовала моя подруга, которая живет в миграции уже несколько лет в Колумбии. И так выходит, что многие мои друзья покидают территорию России в поисках то ли лучшей жизни, то ли в поисках себя и переезжают в Европу, в США, в Латинскую Америку. И так или иначе, все они проходят через стадию какого-то глубокого воспоминания и, возможно, даже ностальгии о прошлой жизни. Зайди Смит в своей книжке «Белые зубы» разбирает этот феномен. Феномен человека в миграции, человека, который полностью оторван от своих корней, от своего прошлого, от своей родной земли, но, как это ни парадоксально, живет исключительно в этом прошлом, в своих воспоминаниях. Два главных героя, Арчи и Самат, это друзья закадычные еще со времен Второй мировой войны. Они воевали на одном танке где-то там, на юге Италии. С тех пор они поселились и живут в Лондоне, в не самом хорошем квартале, где полным-полно мигрантов, всевозможных цветов кожи и всевозможных языков. Это такие Вавилон. Вокруг них происходит большая настоящая жизнь. Госпожа Тэтчер борется с шахтерами, отвоевывает назад в Флоклендские острова, рассыпаются империи, перестает существовать Советский Союз, появляется НАТО. Лондон перестраивается целиком и полностью. Но эта внешняя жизнь кажется, что к героям не имеет никакого отношения. Они глубоко, накрепко застряли в своих воспоминаниях. Они каждый день, каждый вечер ходят в одно и то же кафе, пьют одни и те же напитки и едят всегда одинаковую похлебку с чечевицей. Это их полностью устраивает, потому что то, что они помнят в своих прошлых жизнях, в своих прошлых местах, где они жили, это для них оплод настоящего и крепкого. Но здесь интересен феномен именно мигрантов, людей, которые перестали жить в своей стране, и им прошлая страна является единственной, единственной важной. И они в какой-то мере брезгливо и с пренебрежением относятся к тому месту, где они живут сейчас. Книжка полна сложного, тонкого, не совсем понятного английского юмора. Возможно, мне, кстати, именно из-за этого ее и посоветовали. И в ней, как мне кажется, очень хорошо и подробно рассматривается вопрос изменения мировосприятия мигранта, человек, который оторвал себя от своих корней, но пытается эти корни найти в себе.